приветствую всех амигос возможно вы уже посмотрели ролик про зеленую энчеладу а сегодня я приготовлю энчеладу роха то есть энчеладу красную из говядины и это будет не просто энчелада с красным чили соусом а это будет энчелада фахитос если вы не знаете или забыли что такое фахитос то я вам очень рекомендую посмотреть первый ролик моей мексиканской серии где я подробно обо всем этом рассказываю и как их все отличить таким образом в одном ролике я покажу вам два рецепта вот такой вот я смекалистый вообще мексиканская кухня это конструктор из лепешек и бесконечного количества начинок поэтому она идеально подходит для творчества и как и моя предыдущая зеленая энчелада моя энчелада фахито состоит из соуса и начинки соус я буду делать из сушеного перца чили у меня его не было я его два дня сушил поэтому так долго ролик не снимал еще из овощей я возьму кладки перец вот у меня такие разноцветные это просто для красоты репчатый лук у меня красный на самом деле подойдет любой но у меня просто остался красный и чеснок и так как я делаю энчеладу фахитос я беру говядину но не просто говядину а хорошую говядину у меня блэк ангус которые используются для стейков конечно тортильи в прошлом рецепте я использовал кукурузные желтые а здесь я возьму пшеничные для разнообразия ну а как приготовить кукурузные и пшеничные тортильи я подробно рассказывал в первом своем ролике и специи традиционные для мексиканской кухни тмин опять скажу про мексиканский орегано который совсем не орегано который можно заменить майораном поэтому у меня немножко майорана кориандр сладкая паприка протертые томаты из моих заготовок на самом деле чили соус гленчеладо делается традиционно конечно только из перца чили без какого-либо томата но у меня все-таки такая light версия потому что чистый чили просто никто не выдержит поэтому я добавлю немножко своей томатной пасты говяжий бульон тоже из моих заготовок все ролики есть по ссылке он очень концентрированный поэтому я туда еще добавлю водички вы можете использовать любой бульон хотите говяжий хотите куриный хотите даже овощной для приготовления соуса и конечно сыр в прошлом рецепте я брал желтый а здесь я возьму белый но главное чтобы он был плавкий соль черный перец и оливковое масло и начну с соуса сухой чили нам нужно размягчить то есть сварить но сначала нужно удалить все семечки и перегородки он у меня весь до конца не высох но думаю это ничего страшного лучше всего это конечно делать в перчатках или обязательно потом помыть руки холодной водой или это страшная штука очищенный чили отправляем в кипяток где-то минут на 30 чтобы он полностью размягчился пока чили варится размягчу в ступке тмин и кориандр я уже говорил что в 21 веке перемалывать специи при помощи ступки это не совсем нормально самое удобное это иметь кофемолку но я никак не могу ее заставить себя приобрести не знаю почему перекладываю перцы в блендер туда же томатное пюре бульон дробленные специи майоран паприку добавлю немного оливкового масла подолью водички отрежу половинку луковицы туда же ее и пару зубчиков чеснока но потом все равно будем пробовать и уже доводить до вкуса возможно понадобится немного сахара и уксуса пробуем ядренники я его еще не солил и сахар здесь нормально а вот кислоты я наверно немножко я обычно уксуса добавлю чуть-чуть подкислю его и переливаю теперь в кастрюльку будем доводить добавлю немного уксуса как я говорил соль думаю пару ложек если вы видите что ваш соус недостаточно густой то есть одна техника которую используют мексиканцы при приготовлении этого соуса они делают ру то есть обжаривают масло с мукой и потом добавляют это в соус но я считаю что у меня достаточно густой получается я обойдусь без без ру ну и наконец можно загустеть крахмалом или мукой соус готов теперь я его процежу там могли остаться кусочки недодробленных специй кусочки перца чили нам это все не нужно теперь начинка а-ля фахитос традиционно начинка для фахитос это обжаренная лучше всего конечно на гриле мясо и хорошо обжаренные овощи то есть перцы и лук у меня такая начинка будет для моей энчилады ну и фахито подается с различными сальсами с гуакамоле это как собственно говоря всеми мексиканские блюда и все овощи мы нарезаем длинными такими полосочками ну а лук соответственно перышками и пару зубчиков чеснока тонкими пластинками все это пока переложу в кювету и займусь мясом я уже говорил что мясо у меня хорошее и убивать я его не хочу поэтому я его буквально чуть-чуть поджарю то есть прямо вот риар то что у французов называется синьо то есть не хочется из него подошву делать и потом при запекании она дойдет до состояния медиум пусть мясо пока отдохнет я его с холодильника достала но должно дойти до комнатной температуры а я обжарю овощи на сильной сковородке растительное масло можно сразу немного посолить я специи добавлять не буду у меня все-таки соус если мы делали фахитос то есть не энчилада у вас нет соуса то конечно хорошо добавить какие-то специи опять же традиционные мексиканские овощи обжарились убираю и вот на такой вот раскаленный гриль сковородки буквально по минуте на каждой стороне обжарю стейки и теперь нарежу мясо тоже тонкими полосками и разумеется против волокон такой же длины как и наши овощи вот как я хотел то есть она у меня практически сырое но хорошо прожаренной корочкой то есть реакция майяра сделала свое дело и мясо получила свой вкус и в процессе запекания не станет в подошве будет как раз как нужно то есть такой хороший медиум мясо отправляется к овощам я его еще чуть-чуть посолю потому что мясо я не солил попробовалось достаточно перемешиваем и наша начинка фахитос готова и последний этап сборка энчелады но перед тем как собирать энчеладу я покажу вам фахитос как и обещал все очень просто лепешку обжаренное мясо но тут она должна быть конечно сильнее обжарено чем я обжарил потому что она у меня практически сырое обжаренное мясо с овощами обычно подается отдельно на сковородке и топпинге к ним у меня осталось сальца помидорная чуть-чуть помидорной сальсы гуакамоле но в данном случае у просто авокадо слаймом кусочки заворачиваем как угодно и наслаждаемся и вот такая история называется фахитос и все как в прошлом ролике про куриную зеленую энчеладу масло немного обжариваем лепешки они немного надулись сдуем натру сыр сыр и ванчеладе должно быть много форму для запекания немного соуса в некоторых рецептах вы увидите что лепешки смазывают тоже соусом с двух сторон но я этого делать не буду потому что они тогда сильно размокнут нет совершенно не нужно начинку немного сыра сворачиваем и швом вниз укладываем нашу форму и так по очереди все поливаем все нашим соусом посыпаем сверху сыром и в духовку минут на 15-20 на 180 чтобы сыр запекся можно в конце под гриль поставить чтобы получилась корочка и я еще запеку кукурузу для гарнира полью соусом пока она запекалась он очень хорошо загустел кукурузу авокадо красную сальсу и авокадо полью лаймом вот такая вот энчеладо фахитос у меня получилось главное проверить мясо вот мясо получилось как я хотел медиум если моя предыдущая зеленая куриная была больше для девочек то это абсолютно мужской такой брутальный вариант это нереально вкусно ребят но я бы сказал не для всех потому что чили тут чили без короны тут не получится это жестко сейчас 5 сек я вам пожелаю приятного аппетита и попрощаюсь короче приятного аппетита готовьте свои энчелады делитесь в комментариях если мой рецепт вам понравился буду признателен за лайк и подписку всем пока и до следующих вкусных роликов а